Вы слушаете Радио Болтком. Добрый день всем, кто слушает Радио Болтком. В студии я, Ольга Авдевич, моя коллега Наталья Захарьят ведёт этот эфир. Сегодня у нас 22 марта, вчера, 21-го, в мире отметили Международный день поэзии. И на связи с нашей студией большой русский поэт, живой классик, его называют живой легендой, публицист, критик, искусствовед Юрий Кублановский. Здравствуйте, дорогой Юрий Михайлович, как нас слышно? Хорошо. Добрый день. Спасибо вам огромное, что вы уделили время для латвийских радиослушателей. Буквально два дня назад Юрий Кублановский получил Национальную литературную премию «Поэт года». Мы вас поздравляем с такой высокой наградой. Спасибо большое. Напомним, что наш эфир проходит в рамках проекта «Культурная линия». В сотрудничестве с нашими коллегами-журналистами Международного медиаклуба «Формат А3» мы анонсируем гостя и эфир заранее, и к нам поступают вопросы. Вопросы поступили из Латвии, из Литвы, от радиослушателей, от журналистов. Их много, этих вопросов. Но в начале буквально пару слов для радиослушателей о биографии нашего гостя, потому что это действительно живая легенда. В 60-е годы Юрий Кублановский состоял в легендарной литературной группе «Смог. Смелость. Мысль. Образ. Глубина». Выступал в сам издате, к двухлетию высылки Солженицына, выступил с открытым письмом. Принимал участие в легендарном аль-монахе «Метрополь». Духовным наставником Кублановского был Александр Мельнь. В СССР стихи Кублановского не печатали, и первый его сборник вышел в 1981 году в США. Составителем сборника был Иосиф Бродский. И через год Юрию Кублановскому пришлось покинуть СССР под угрозой реально лагерного срока. В эмиграции жил в Париже, в Мюнхене, работал в газете «Русская мысль» на радио «Свобода». Ездил с выступлениями в США, гостил у Солженицына в Вермонте. И интересный факт, именно Солженицын предсказал Юрию Кублановскому, что через 8 лет он вернется в Россию. Хотя это были глухие советские времена, к власти только пришел Андропов. И действительно, ровно через 8 лет, в 90-м, Юрий Кублановский вернулся в Россию. Когда, в общем-то, все уезжали из России, открыли границы. Работал в журнале «Новый мир», обладатель огромного количества премий и наград. И вот позавчера еще одна национальная литературная премия «Поэт года». Юрий Михайлович, скажите, пожалуйста, вы сейчас в Москве или в Поленово находитесь? Вы ходите с нами на связь? Алло, вы нас слышите? Да, да. Вы в Поленово или в Москве? Ну что-то здесь звук отстает немножко. Да. Несинхронно звук идет. Несинхронно звук. Я сейчас в Москве. В Москве, да? Почему мы спрашиваем? Потому что жена Юрия Михайловича, внучка художника Василия Поленова, Наталья возглавляет музей-заповедник Поленова на Оке. И вы много времени проводите там. Ну, переходим к нашим вопросам. Юрий Михайлович, у вас недавно вышел трехтомник собрания сочинений стихотворения. И когда вы отбирали стихотворение для этого сборника, вы пролистали свои жизненные и творческие этапы. Вот он, да. Вот мы имеем возможность это видеть. Скажите, если бы вам предложили вот такую волшебную возможность, в какое время вы бы хотели вернуться? В какое время? Да. Вы знаете, я, в принципе, не ропщу на судьбу. Как все состоялось, так и состоялось. Мне выпало прожить достаточно интересную, емкую жизнь. Видите, с 17 лет я уже почувствовал какое-то, что мне суждено поэтическое служение, простите за высокий слог. И, в общем, вся моя жизнь была подчинена поэзии, своей чтению и освоению чужой. И что при советской власти, что в эмиграции. Эмиграция оказалась недолгой, восьмилетней всего. Что в криминальную революцию 90-х годов, что теперь каждый отрезок жизни по-своему интересен. И могу сказать прямо, что я зря времени не терял. Спасибо. Скажите, пожалуйста, а как прошла церемония вручения премии поэт в условиях пандемии в этом году? То есть вы поэт года вот этого сложного для мира года. Вы понимаете, хоть она называется «Поэт года», но я получил эту премию по совокупности, что называется, своего творческого пути. В Москве уже нет такой строгой изоляции. И поэтому зал, где мне вручалась эта премия, это зал Московской мэрии на Новом Арбате, он был практически полон. Я прочитал стихотворение одно, а потом два моих стихотворения прочитала очень талантливая актриса, внучка, кстати, Аркадия Райкина. Я еще не один получал. Были разные премии в разных номинациях. Моя премия, так сказать, была подытоживающая все это мероприятие. Знаете, как говорил Козьма Прутков, поощрение необходимо поэту, как канихоль смычку виртуоза. Так что... Вы знаете, мы даже вам завидуем, потому что мы сидим в студии вдвоем, и по правилам мы сидим здесь в масках. И вопрос у нас от журналиста Елены Смеховой. Вы достаточно резко критикуете западную цивилизацию, хотя после высылки из СССР вас привитела именно Западная Европа. Что из того, что происходит сегодня в Европе, вас расстраивает больше всего? И почему вам комфортнее жить в России? Вот такой большой вопрос. Ну, во-первых, так сказать, я не люблю это слово комфортнее. В жизни России было всегда непросто, особенно в 90-е годы. Просто поэту логично жить одной жизнью со своим языком, со своими читателями. Профессия обязывает, как говорится. То, что я выступал критиком западной цивилизации, это тоже немножко резко сказано. Я скорее тревожусь за нее, чем критикую. Вообще ведь огромные события произошли как в России, так и в западном мире за последние 30-40 лет. Нынешняя Европа отличается от той, в которую я приехал в конце 82-го года, так же контрастно, как нынешняя Россия от Советского Союза. Вот такой же резкий контраст. Чем он обусловлен? Он обусловлен какой-то ускорившейся, я бы так сказал, деградацией цивилизации. Я рано или поздно думал, что это произойдет, потому что потребительская цивилизация, из которой вымываются религиозно-нравственные устрои, мне всегда казалось обречена. Но я думал, что это произойдет только к середине века. И вдруг этот процесс так убыстрился. В значительной степени это связано, конечно, с тем, что с теми массами пришедших с Востока людей, совершенно чуждых европейским ценностям, которые заселили Европу в последние 10-15 лет. Как сказано в одном из моих последних стихотворений, Европа стала добычей разномастных пришельцев. Теперь выйдешь в выходные дни на Елисейские поля и не поймешь, что где ты, в Париже или в Каире. И вот все, что мне было дорого, все, что связано с национальной самобытностью той или иной страны, все это вымывается, нивелируется и меняется на нечто усредненное. И с все большей и большей скоростью. Ну, идет и культурная деградация, в значительной степени и политическая особенно. Мы видим тот совершенный раздрай, который происходит сейчас между Россией и западной цивилизацией. Я отношусь к этому как к какому-то кошмарному казусу. Сейчас, да тем более в последний год, полтора, когда пандемия, как никогда необходима солидарность цивилизованного общества между этого запад совершенно это не хочет чувствовать и ведет себя чрезвычайно провокативно. Я считаю, это, конечно, большой бедой, чреватой большой трагедии. Так что говорить, что я выступаю как критик западной цивилизации, это немножко легковесно. Знаете, помните, был Версилов, такой главный герой романа Достоевского «Подросток», который говорил, что я оплакал камни Европы. Вот и я так же. Вот и я так же. И каким-то огромным символом страшным для меня стало, конечно, пожар Нотр-Дама. Когда я последний раз был в Париже, я долго бродил вокруг этих лесов. Кстати, работы идут там чрезвычайно медленно. И, насколько я знаю, большинство обещанных богатеями субсидий так и не поступило. И вот, глядя на эти острова, глядя на это сердце Европы, Нотр-Дамс, в таком страшно сгоревшем состоянии, я чувствовал и видел в этом какую-то трагическую символику. Юрий Михайлович, вот журналист Галина Афанасьева из Вильнюса. Как за вашу жизнь менялась страна и что в современной России вы принимаете, а что отвергаете? Страна менялась колоссально, конечно. Что же, понимаете, коммунистический режим, это коммунистический режим. Тогда царила идеология. Атеистическая, марксистская идеология, которая заполняла все культурно-нравственные поры общества и политические поры. И мне, как человеку религиозному, как поэту, дышать было тяжело, потому что я всюду видел ложь, невозможность упоминать о несметных жертвах коммунистического режима. говорить можно было и то с трудом про 1937 год. Террористическая живордерня началась в 1918 году, когда произошла революционная катастрофа. Я все это уже очень остро тогда понимал, а говорить об этом вслух было невозможно. Очень тяжело было по этому жить. Но когда я вернулся через 8 лет жизни на Западе, и я очень благодарен, что я сумел за эти 8 лет много посмотреть, много понять, много увидеть. И когда я сюда вернулся, я уже смотрел на западную цивилизацию более глубоко, чем большинство здешних либералов, демократов и всяческого рода политических дилетантов. Для чего я мечтал о демонтаже социалистического режима? Прежде всего, я хотел морального воскрешения нашего общества, морального воскрешения России до тоталитарного режима. А вместо этого морального воскрешения наступил новый виток страшного упадка, который справедливо был назван великой криминальной революцией. Это было самое тяжелое для меня время, потому что те надежды, которые я питал на возрождение России, я видел, что они рушатся одна за другой. Через три года после меня вернулся Александр Исаевич Солженицын. Сначала у нас с ним были по первому каналу телевидения бесед несколько, но потом Березовский, которому принадлежал первый канал, без всякого объявления об этом, закрыл передачу Александра Исаевича. Просто по-хамски. Вот такое было время. Авантюрист мог распоряжаться доступом великого писателя к народу. Ну и потом в 2000-е годы я воспринимаю действительно очень противоречиво, они и есть очень противоречивые. С одной стороны все-таки идет, я вижу, укрепление России, и укрепление ее корней, укрепление церковной жизни. Ну а с другой стороны то, что тоже общеизвестно, это прежде всего коррупция. Когда-то написал, вернувшись мне Александр Исаевич Солженицын, что вместо красного колеса, Юрий Михайлович, по России покатилось желтое колесо, еще неизвестно, какое страшнее. Это желтое колесо стремительно катилось все 90-е годы. Сейчас его бег замедлился, прямо надо сказать. Но он никуда не делся. И оно забегает, закатывается и в политику, и даже за церковный порог. Вот это, конечно, утяжеляет в нравственно-моральном отношении жизнь здесь. А вы хорошо знаете жизнь провинции, да? Если посмотреть, как менялась провинция за эти годы в России. Ну вы знаете, надо прямо сказать, что если в 90-е годы были годами провала, и по провинции мы ходили как по бедным кварталам, Александрии там, скажем, по нищим кварталам, то в последние 20 лет провинция очень подтянулась, стала чище, опрятнее. Выходят превосходные журналы. Вот в моем родном городе выходит прекрасный журнал «Рыбная слобода». В Угличе выходит «Углич в поле» – превосходный журнал. То есть культурное возрождение налицо. Краеведение, музееведение. Все это оживает. Оживает прямо на глазах, так же, как и внешний облик провинциальных городов. Но, может быть, это происходит слишком медленно раз. Слишком тяжела ноша для многих бедных людей там. Жизнь там нелегкая. Хотя, повторяю, она улучшается. И по большому счету, мне кажется, она и ярче, и самобытнее, и даже лучше, чем жизнь при советской власти. Вопрос от нашего литовского коллеги Альгиса Каланта. В феврале театральный режиссер Константин Богомолов опубликовал манифест, он достаточно нашумел, который называется «Похищение Европы 2.0». И заявил, что Европа находится в глубоком этическом кризисе, она превращается в новый этический рейх, и призвал Россию перестать ориентироваться на европейские ценности. Вот каково ваше мнение по поводу этого манифеста? С учетом, что сам Богомолов, в принципе, ориентировался на те же западные ценности, как казалось. Я его не читал, и объясню почему. Вот мы сейчас говорили про «желтое колесо». Скажу прямо, сам Богомолов спится в этом «желтом колесе», понимаете? И последней каплей такого отношения к нему стало его шутовское венчание в церкви «Большое вознесение» с Ксенией Собчак. Это церковь, в которой венчался Пушкин. Она для каждого русского человека очень и очень много значит, тем более для каждого москвича. То, что они устроили из этого шоу, приехали туда на каких-то похоронных дрожках, а вечером новобрачная уже танцевала стриптиз. Ну, мне просто... Я сейчас не могу порога этой церкви переступить, честное слово скажу. Мне кажется, там аж не церковное пространство, надо заново отчитывать. И вот это стало последней каплей в моем отношении к Богомолову как все-таки гламурной фигуре. Поэтому, очевидно, вот как вы пересказали его содержание в эссе, очевидно, со многим я там согласен даже, но я недостаточно уважаю в культурном отношении эту фигуру для того, чтобы читать его эссе. Простите. Спасибо. Вот вы вспомнили о церкви, где венчался Пушкин. Вот такой пушкинский вопрос. Вы дружили с Юрием Лотманом, выдающийся филолог, литературовед. В Итёске Юрия Михайловича. Да, специалист по Пушкину в Тартовском университете. Вот как можно объяснить, что его сын, публицист, общественный деятель в Эстонии, был одним из лидеров движения закрытия Пушкинской гимназии в том же Тарту, где преподавал отец? Горько это всё, грустно. Как это объяснишь? Что тут ко мне обращаться? Я его пару раз видел, один раз, кажется, в Тарту, другой раз он в Мюрхен приезжал, мы там встречались. У нашего общего друга, замечательного архивиста Габриэля Суперфина. Я знаю его позицию, знаю его деятельность в современной Эстонии, она вызывает у меня, прямо скажу, недоумение и кажется мне в значительной степени конформистской. А вот как вам кажется, вы бывали и в Латвии, и в Литве, и в Эстонии из вашего личного опыта миграции, скажем, то, к чему, в общем-то, склоняется и сын Лотмана. Как может отразиться на нас, на русских людях в Прибалтике, вот курс на полную интеграцию? Тоже хорошего мало. Я не верю в эту полную интеграцию. Вообще ведь то, что, например, растет молодежь, не знающая или совсем плохо знающая русский язык, ну кому от этого лучше? Русский язык – великая драгоценность, на которой созданы бессмертные произведения. То, что раньше юные, молодые латыши, эстонцы, латвийцы знали русский и могли читать русскую классику, русскую литературу, это было им только в плюс. Я уверен, это их только обогащало. А сейчас, мне кажется, все эти три республики, я же не подолгу там бывал, достаточно музифицированными какими-то. Я не вижу в них биения жизни. Хотя каждую из них чрезвычайно люблю. А Эстонии просто лично, лично благодарен, потому что ведь именно благодаря тому, благодаря границам Эстонии довоенным, уцелел Псково-Печорский монастырь. Большевики его не разорили, как они его обязательно бы разорили, если бы он в ту пору принадлежал советской власти. Они спасли нам вот эту духовную сокровищницу Эстонцы. Это незабываемо. Юрий Михайлович, вы уже упомянули, говорили, что вы были дружны с Солженицыным, и он, в свою очередь, говорил о своей обычности русской цивилизации, подчеркивая ее неповторимость и огромные достижения. Для кого-то феномен русской цивилизации – это осязаемая реальность, для других – это миф, вот такой вымышленный фантом. Вот ваше мнение по этому поводу. Ну, какой же вымышленный фантом, понимаете? Сохранилось столько вещественных доказательств ее существования и доказательств, свидетельствующих о том, что Бог ее не забыл. Ну, само посмотрите, потом вспомните троицу Андрея Рублева. Ведь это же не просто искусство, это откровение. Откровение в красках, как, кажется, сказал об этом отец Павел Флоренский. Таких откровений мало в западном искусстве. Да, в Средневековье, в Дученто, отчасти Джотто, Фра Филиппа, Липпи. Прекрасный, прекрасный. Высокого возрождения я уже не люблю, она очень двусмысленна. Но все-таки с Рублевым, с Дионисием, мне кажется, они уступают именно потому, что у нас это носило характер откровения. Ну, а 19 век – это просто возрождение литературы, мы знаем все это. Все-таки и Толстой, и Достоевский создали совершенно недосягаемые шедевры, прозы Кушкин, Лермонтов. Да все это божественно. Так что говорить о какой-то ущербности русской цивилизации не приходится. Другое дело, почему она так рухнула, как написал Василий Розанов «Россия слиняла в три дня». Действительно, в феврале произошла революция, а все последующее – только ее страшное следствие этой февральской революции. Говорят, Октябрьская революция, но какая революция, это даже, я считаю, и мятежом не назовешь, потому что какую, собственно, в октябре 1917 года свергали власть? Уже и власти-то практически не было. Это была расползающаяся по России анархия, и в будущее учредительное собрание, и в его политическую значимость я совершенно не верю. Да, произошла катастрофа, но живем, надеемся. Может быть, России еще суждено сказать в 21 веке новое слово. Все-таки Россия сейчас, я бы так прямо сказал, при всех «но» менее развратная, чем западный мир. Прямо скажем. Ведь, ну вот, среди первых, там, 50, что ли, бумаг, которые подписал новый президент Америки, там, две, одна разрешающая мальчика выходить в женские туалеты, а вторая разрешающая бесплатно солдатам менять пол. Ну, все-таки, понимаете, в России, слава богу, до этого еще далеко. А скажите, вот вы всю жизнь занимаетесь тем, что пытаетесь разгадать суть случившегося вот с Россией. Историческая загадка, вот как вы сказали, что она рухнула. Не чувствуются ли сегодня вот какие-то признаки того, что ее могут повторно завести в подобный же сценарий? Конечно, это одна из самых больших тревог моих, я так скажу. Пока власть еще достаточно сильна. Раз, во-вторых, нет войны, которая была в 17-м году и шла уже три года. Так что сейчас положение России стабильней, чем в 17-м году. И нынешнее руководство, это все-таки более опытно, чем Николай II, который оказался непротивленцем. А за этим последовали страшные последствия. Ну, Россия уже в 18-м году превратилась просто в живодерню. Что говорить тут об этом? Чем больше читаешь о том, что тогда происходило, волосы встают дымом. Сейчас, пока, мне кажется, мы от этого защищены. Но это не значит, что в ближайшие 10-15 лет не начнется нового расшата России. Вот очень важно это не допустить. Юрий Михайлович, а для определения современной либеральной интеллигенции вы используете такое выражение, как «либеральная жандармерия». Вот что вы имеете в виду? Это не мое выражение. По-моему, Аполлону Григорьеву или Александру Блоку, я точно не помню. Но это то, что ведь, понимаете, либеральная интеллигенция – это орден, это клан, как говорил мыслитель Федотов, отмеченный идейностью своих задач и беспочвенностью своих идей. И все, кто не подходит к ее умонастроению, к ее представлениям, к ее фанатичному прозападничеству, все так или иначе как-то вытесняются из общественного поля. Я это пережил на себе. Я в 90-е годы чувствовал себя у себя на родине большим чужаком, чем даже при советской власти. Именно потому, что тогда правило бал – олигархия и обслуживающая ее либеральная жандармерия. Спасибо. А вот вопрос от театральных наших зрителей. В нашем латвийском новом театре был поставлен спектакль «Бродский-Барышников». Барышников читает стихи Бродского. Спектакль сразу же стал просто очень модным, нашумевшим. И российские зрители специально приезжали в Латвию посмотреть на Барышникова, потому что в Россию Барышников не едет. И вот он рассказывал, что в начале 90-х его с Бродским звал мэр Анатолий Собчак в Петербург. Да, чуть ли не сулил им покои в зимнем дворце даже, говорю. Да, потому что все-таки Барышников в училище Ваганово учился. Оба они отказались. Вы были одним из первых, кто вернулся в Россию. Вот как вам кажется, почему Бродский так и не приехал в новую Россию? Ну, я считаю, тут несколько причин. Мы с ним говорили об этом. Я его спрашивал, помню, по телефону, говорю, «Йосиф, уже ли у тебя нет даже чисто бабского любопытства, что такое теперь Россия, когда там нет советской власти?» Он говорит, вот чего нет, того нет. Нет этого у меня бабского любопытства. Во-вторых, он интуитивно чувствовал все то, вот о чем я вам говорю про 90-е годы. Он понимал, что время достаточно гнилое. И, быть может, боялся... Он нес в себе образ определенной России, тем более Петербурга. Боялся разочароваться. Это раз. А, во-вторых, более прозаическая, я думаю, есть причина. Ведь он пережил две тяжелейших операции на сердце. В принципе, курить, пить ему было противопоказано полностью. Он понимал, что если он приедет в Россию, на него накинется такой вал общений, встреч, выпивок. Ну, все, это просто жизнь убыстрится так, что ему, с его здоровьем, это уже будет не по силам. Он боялся, я думаю, просто боялся тех перегрузок, которые чисто физически у него были бы связаны, если бы он приехал в Россию. Скажите, а на ваши отношения не повлияло как-то то, что вы заняли кардинально разные позиции по поводу бомбежек Югославии? Ну, конечно, это нас, в общем-то, как-то и развело, и охладело. После того, как он выступил в поддержку этих первых бомбежек в 95-м году, мы уже не переписывались. Я ему уже не писал и не звонил как-то, как отрезало. Почему он это поддержал? Ну, он вот считал, что там коммуняги, коммуняг надо давить. Это раз. Может быть, во-вторых, ему хотелось перед либералами оправдаться за его мощные и жестокие стихи об Украине. И он нашел повод, так сказать, присоединиться к ним вот в этом вопросе. Но мне это было чрезвычайно неприятно. Тем более, что я знал и знаю, как в Сервии любили и любят его. Последний раз, когда я гости... Я единственный раз был в Штатах, но уезжал на вокзал от него. Чуть не опоздал на самолет даже. Мы пили с ним вдвоем сливовицу, которую ему привезли в подарок Сервы. Ничем не закусывали, выпили, наверное, целый литр. Я чуть не опоздал на самолет. Бежал по полю передо мной, катили лестницу. Потому что у меня в этот день истекала виза. Американцы страшно испугались, что что же со мной делать. А Обродский говорил, да, все равно ты опоздаешь. Ну, оставайся, оставайся, купим тебе другой билет. Ну, куда оставаться без визы и так далее. Все это было результатом и в меру выпитой сербской сливовицы. А вот пишут, попросите Юрия Михайловича рассказать историю про джинсовую куртку, которая попала в музей. Это было смешно. За год, примерно до эмиграции, то есть в 81-м году, я работал сторожем на антиохийском подворье в Москве. Это около чистых прудов знаменитая Меньшикова башня, описанная в одном из романей Писемского. Там было, в общем, масонское гнездо когда-то. И поскольку это принадлежало антиохии и принадлежит, там было категорически запрещено фотографировать без разрешения, без благословения на дворе этого подворья. Я сижу у себя в коптерке, вдруг вижу, приходит какой-то франтик, заходит из вороток, устанавливает треногу и как ни в чем не бывало начинает снимать. Мне так не хотелось вставать, идти выяснять отношения, ну а что делать? Я вышел, о, извините, извините, я не знал, я понял, что это иностранец. И вдруг он мне говорит, скажите, пожалуйста, у меня к вам будет странная просьба. В Москве где-то церковным сторожем работает такой Юрий Кублановский. Я ему от Иосифа Бродского привезу джинсовый костюм. Как мне его разыскать? Потому что я у всех спрашиваю, никто не знает, где он сейчас служит. Представляете, какое невероятное, фантастическое совершенно. Оказалось совпадение. Да, и когда я уезжал из России через полтора года, я прямо в Шереметьевском аэродроме провожал у меня много народу. Венечка, Ерофеев, да мало кого только не было, Саша Величенский. Я снял эту джинсовую куртку и отдал ее Жене Попову, писателю, прозаику, своему товарищу. А позже, когда в Казани организовывался музей Аксенова и музей советского быта, эту куртку уже весьма-весьма поношенную Попов передал в этот Казанский музей. И там она вроде бы до сих пор хранится в экспозиции. Юрий Михайлович, вопрос от журналиста Людмилы Анисимовой. Что и кого может спасти поэзия в современном обществе потребления? Возможно ли это вообще сегодня? Массово невозможно, конечно. Общество потребления есть общество потребления. Это такой накат, девятый вал, чего-то совершенно особого, достаточно страшного и ядовитого. Но отдельные души, конечно, может. Конечно, может. Этих душ очень и очень немало. Я убежден, что тот, который постоянно читает настоящую поэзию, укрепляется и умственно, укрепляется духом, укрепляется волей, сердцем. А главное, жизнь его становится просто богаче, намного богаче, объемнее как-то. И человек, который читает и любит поэзию, счастливый человек. И таких людей еще немало. Понимаете? Конечно, я-то уже человек опытный. Я вот могу взять поэтический сборник, так я образно скажу, над ним ладонь простереть и уже почувствовать, что идет от этого сборника – тепло или замогильный холод. Если тепло, буду читать. Юрий Михайлович, газета «Латвийские вести». Из России сейчас делают страну изгоя. С кем сегодня в мире бесконечных конфронтаций должны быть деятели русской культуры? Это как у Горького. С кем вы мастера культуры? Вот ваше видение. С кем? Ну, понимаете, культурные люди есть везде. Если бы все было вообще в мире, в западном мире подчинено вот той катавасии, которая на поверхности, журналистской, политической, так уже бы произошел уже полный окончательный облом. Все-таки есть невидимые миру слезы, как говорится, которые проливают люди и во Франции, и в Германии, и в тех же штатах. И это то малое стадо, которым держится все еще мир пока. И вот я, например, внутреннюю свою связь с этим малым стадом всемирным ощущаю и не чувствую себя полностью одиноким. И в провинции, в той же европейской провинции придешь в выходной день в храм сидят, и сидит часто и молодежь молится. И там я чувствую, несмотря на то, что я православный, а не католики, я чувствую их родными. Так что есть в человечестве жемчужины. Есть. Вот интересный факт. Когда Юрий Коблановский был на Афоне, то в монастыре в русском святого Пантелеймона познакомился с монахом. И узнал, что монах хочет вернуться в Россию, но у него нет средств. И потом выслал ему деньги на билет. И этот монах с Афона приехал в Россию. Сейчас это старец Илей, духовник патриарха и Оптиной пустыни. Скажите, вы встречаетесь с ним? И какое-то из его наставлений вам особенно легло на душу? Вся его жизнь, вся его повседневность – это наставление. Я приехал к нему однажды в Оптину пустынь, когда там еще нигде не было гостиничек, гостиничек вокруг, и в самом Козельске не было. Не знал, где ночевать. Я говорю, отец Илей, а вы не подскажете, где можно переночевать? Да что тут подсказывать? Да конечно. Привел меня в очень уютную комнатку, аккуратненькую, с лампадкой горящей, в зеленом огоньковом углу. Вот устраивать, я говорю, ну ой, спасибо большое, спасибо большое. Переночевал там, утром выхожу на службу, а он сидит на стуле рядом. Я говорю, а что вы тут? Так это же там моя, это моя келья. Ничего, ничего, я хорошо провел ночь, хорошо. Представляете? Вот это русский монах. И конечно это поразительно. Да, мы с ним в монастыре в Пантелеймоновском. Я его и раньше знал. Я приезжал когда-то еще юношей студентом в Псково-Печорский монастырь. Он там подвязался и потом уехал оттуда на Афон. Он до меня не узнал, а я его узнал. Просто не сразу думал, где же я видел этого монаха? Говорю, а вы случайно в Печорах? Я говорю, да, я оттуда. Я говорю, а вы не проведете меня, вот где-то здесь есть медничная церковь, где Силуану, старцу Силуану был голос, держи свой ум в Аде и не отчаивайся. Он говорит, конечно, проведу, пошли. Мы пошли туда по узенькой тропке на Добре. Он говорит, знаете, как я мечтаю сейчас вернуться в Россию. Там такие события происходят. На Афоне хорошо, но я чувствую, что мой долг быть там. Я говорю, ну а что вам мешает? Так денег нет на билет. Пишу в Московскую патриархию, мне говорят, что все деньги уходят на отчествование тысячелетия крещения Руси. Я говорю, господи, да я послезавтра буду в Мюнхене и пришлю вам. Там надо, в общем, копейки, ну что говорить. Для человека, который там жил и работал столько уже лет. Я приехал, действительно, и сразу же в тот же день его сделал перевод на Афон, и уже через две недели он был в России. Да, вот так вот удивительно. Видите, вот вся жизнь, в общем, соткана из таких, каких-то совершенно причудливых неожиданностей. Я их очень остро схватываю и переживаю часто. А по поводу будущего России старец с вами делился какими-то откровениями? Нет, мы одинаково мыслим, я думаю. Мы просто уповаем, уповаем, что у России есть будущее. И в целом, в отличие от многих в интернете, в сети и так далее, я высоко ценю деятельность современной церкви в России. В провинции вся лучшая жизнь около приходов, понимаете. И много и молодых мужчин, и детишек. Да и в столице огромная деятельность. В том же Скавопечорском монастыре сейчас владыка Тихон Шевкунов. Вот сейчас мы ждем с нетерпением, будет премьера на телевидении, в канале «Россия» его многосерийного документального фильма о февральской революции. Это очень важно. У Солженицына есть гениальное совершенно политическое эссе размышлений о февральской революции, которые я знаю чуть ли не наизусть. И вот сейчас в том же, как я понимаю, концептуальном ключе будет фильм владыки Тихона Шевкунова. И, в общем, силы в русской церкви есть. Хотя, повторяю, даже либеральная жандармерия всегда концентрируется на чем-то отрицательном. Вспомним ту же Ксюшу Собчак и все ее костюмства. Наше время в эфире подходит к концу. И самый последний, быстрый такой, может быть, вопрос. Вы говорили, что настоящее счастье – это чувство выполненного долга. Вы можете назвать себя счастливым? Вы знаете, может быть, это не скромно, но да. Спасибо вам огромное. И вам спасибо за замечательный и насыщенный разговор. Это был День поэзии с большим русским поэтом Юрием Кублановским. Эфир провели Ольга Авдевич и Наталья Захарьят в рамках проекта «Культурная линия» совместно с журналистами медиаклуба «Формат А3». Всего доброго, до новых встреч. До свидания. Мы знаем.